друзья здравствуйте мы сейчас находимся в москве за нами собственно москва-сити и я хотел бы вам представить главного директора ти из компании антошкин андрей на данный момент москве проходит выставка мимс мы находимся на данном форуме и хотим вам рассказать про технический образец модели c4 который будет скором времени представлена на российском рынке сейчас мы пройдем к самому стенду покажем вам модель c4 ну и задаем главный вопрос который это устройство техническим образцом я бы не называл это все-таки готовый образец продукции который требует еще небольших абсолютно небольших доработок и в ближайшее время не все-таки у нас выйдет уже в продажу ожидаемый срок выхода в производство это декабрь месяц этого года в декабре она начнет выпускаться фактически до россии она доедет но февраль если запасом до озвучивать сроки до планируем так в целом чтобы узнать все тонкости следите за новостями андрей подскажи на цель вообще прохождение но присутствие на выставке что преследует тя из ну московской выставке мы уже участвуем третий раз принципе каждый раз наша цель это презентация новой продукции привлечение новых клиентов и встречи со старыми нашими клиентами в данном на данной выставке основная наша продукция это новинка новинка является продукции 4 конкретно на данных стенах представлена топовая версия версия 4 про для честно мы уже пощупали эту магнитолу и это просто прорыв мы знаем конкурентов на рынке и поверьте это будет просто пушка так друзья мы сейчас зашли на саму выставку минс и находимся на основном станете с могу подчеркнуть момент что это первый павильон и прям первый стенд который находится на выставке у меня есть следующий вопрос расскажи пожалуйста какие отличительные прямо характеристики есть устройство c4 линьки про между c3 наши любимые ну если касаемо аппаратного обеспечения технического то в принципе отличается во всем в первую очередь отличается в процессоре да в данном устройстве впервые в автомобильной отрасли применен процессор келком 6490 что не делали ни в какие других устройствах не мы не другие производители также помимо процессора применены цифровые аксессуары такие как камера переднего вида камера заднего вида также были к раньше нами нарекания по качеству звука микрофона в данном случае применен двойной двойной микрофон цифровой передачи данных если не секрет какой модельный ряд будет представлен на 25 год к чему нам готовится двадцать пятом году точно останется вся линейка c3 линейка магнитол люкс one а также будет введена новая линейка линейка устройстве c4 что мне делать например сейчас как покупателю если я хочу приобрести магнитолу если смысл мне ждать модель c4 или я могу приобрести модель c3 ну никто не говорил что c3 это плохая модель это сейчас флагман наших продаж поэтому эта модель также хорошая но стоит понимать что модель c4 она потом будет ценовом сегменте чуть дороже чем модель c3 поэтому если есть желание приобрести магнитолу сейчас именно здесь и сейчас именно как подарок новому году либо просто вот по необходимости то конечно стоит приобретать и на нас у нас ноябрь это будет 11 11 так что принципе у кого на 100 готов карманы я думаю мы ответ получили и на ценовой политики в том числе так мы сейчас подошли к стендам и честно говоря вот прям с первого взгляда это вау андрей можно в словах что здесь нового что добавили для меня это все в новинку в двух словах тут честно скажу не получится потому что тут обновлено абсолютно все вплоть до того что камере 360 поддерживается сейчас любым устройством тут не надо градация на 360 или на обычно она сразу заложена поддержка уже внутри это цифровой двойной микрофон цифровые камеры переработан интерфейс это классический вариант интерфейса есть вариант свободные все сделано для удобства водителей разделение экрана отделения на категории привязка телеграм-боту через который мы можем также отслеживать автомобиль и отслеживать да следить за функциями автомобиля в произвольном режиме клиент может формировать абсолютно свой интерфейс тот именно который он захочет есть богатый выбор биджетов обоев цветовых гамм и все тому подобное голосовое управление опять же присутствует наше классическое управление в режиме офлайн также добавлена поддержка чат от же пяти где клиент не отрываясь от раба от дороги может следить там за любыми новостями какие-то информационные справки для себя наводитом задавать вопросы устройство не будет ему отвечать собственно может вам рассказал сказку рассказала погоду сочинился что год офигеть да действительно это прорыв технологиях мы с нетерпением ждем данное головное устройство андрей спасибо за уделенное время еще раз спасибо мы набираемся воздуха ждем начало 2005 года так еще подошел к техническому образцу и по интерфейсу я даже не знаю что в первую очередь отвечает очень необычное что не передает видео это тактильность при нажатии магнитола отдает маленькую вибрацию то сюда сразу можно сказать что добавили актив тач назовем это пока что так здесь запущен демо режим то есть во время езды это будет отрабатывать видеорегистратор предупреждение столкновений так называемая система адас справа вижу виджет погоды прикольно и виджет можно поменять датчики давления шинок вывел на правую сторону и слева до слева у нас получается щелкается музыка очень очень все это логично я бы это назвал так так что у нас здесь провалимся функцию меню все приложения приложения навигации а то есть их можно сюда добавить для удобства получается мы попка навигации добавили ну да все просто это что это запись скорее всего задней камеры либо приложение видеорегистратора будем разбираться в детальном обзоре подключение телефона bluetooth до знакомый интерфейс но незнакомая меню так музыка очень удобно очень все подручно видеорегистратор так навигатор окей все работает провалимся в настройки здесь настройки это обращаем внимание что это не отдельное меню но здесь есть громкость яркость громкость отдельных приложений у нас выведена отдельно сразу есть сразу приложение быстрого доступа вот на youtube открывали навигатором открывали очень удобно что еще можно заметить вот мы переключились произвольный режим я сейчас по наитию совершен действую я не знаю куда что нажимать а здесь у нас настройка виджетов я понял да то есть здесь у нас есть произвольном режиме несколько рабочих столов мы их можем настроить от себя так и нам будет удобно пользоваться и можем вытащить совершенно любые виджеты все виджеты настраиваются по размеру да друзья это действительно уникальное устройство который можно настроить под себя совершенно любым гибким способом 1000 настроек 1000 возможностей на это будет прорыв интересно чтобы по цене но мы непременно ждем от устройства на рынке и так какие же выводы мы можем сделать после сегодняшнего интервью мы поняли что cc4 это реальный прорыв это новое головное устройство это комфорт вождении в будущем это новый процессор это новые аксессуары это новый микрофон это целая система вашем автомобиле в ближайшем будущем поэтому cc4 будет для тех кто реально любит комфорт свой автомобиль и пользуясь головным устройством также мы выяснили что cc3 останется на рынке она для всех останется таким же доступным для всех пользователей кто хочет улучшить свой автомобиль и прикоснуться компанией tis а это качество